У нас бараки через 10 метров друг от друга. Уже снесли с этой стороны, с левой и с правой. Им давали даже 11, потому что в двухэтажном доме было по 11 квадратов. Там были и малосемейки, хотя в таких же домах. И им дали по 36 квадратов. А нас почему-то решили уже по-другому, что же будет 15 квадратов. У нас полноценная здесь квартира. Центральное место почти в каждой квартире такого типового для начала 20 века барака занимает печь. Газа нет, удобство на улице. Рядом с удобствами куча мусора. Бак сюда не привозят, деваться в таких условиях особо некуда. С одной стороны бараков железная дорога, с другой – глухой забор, скрывающий убогие постройки от постороннего взгляда. Не дай бог поедет какой высокий чин из столицы, да и увидит. По торцам порядка снесенные уже, расселенные по муниципальной программе дома. Такого же хотят и оставшиеся жители привокзальной. Да, хотим через муниципальную программу. По майским указам президента, вроде как бы он сказал то, что расселить из ветхого из аварийного жилья в администрации, ну не чешется. Нас даже не признают аварийным. То есть дома 102 года. Он просто как ветхий жилой фонд, и аварийным он не считается. Муниципалитет же принял иное решение. Пять лет назад, после посещения улицы губернатором, Сергей Морозов дал указание. Из условий, не соответствующих реалиям 21 века, людей переселить в нормальное жилье. С половиной вопрос решили. Другой поставили пару фонарей, чтобы не потеряться на пути в уборную. До этой весной выкрасили помещение с удобствами. Судьбу же жителей отдали на откуп инвестору, заинтересованному в земельном участке под этими домами. Инвестор Сергей Владимирович, он сказал, не торопитесь, не отказывайтесь, я вам буду предлагать варианты, а вы уже будете их рассматривать. Ну вот сколько уже прошло времени? Ну по крайней мере, он ни одного варианта не предложил. Одна встреча все-таки состоялась. На ней бизнесмен предложил людям самостоятельно искать варианты для переезда, пользуясь популярными сайтами по продаже жилья. Правда, как утверждают местные, ни один из подобранных ими вариантов инвестора не удовлетворил. Ситуация, подвисшая пять лет назад, требует разбирательства и вмешательства, как минимум региональной общественной палаты, как максимум, возможно, повторного визита губернатора. К итогам недели наша редакция постарается потянуть за все ниточки этого дела, чтобы каждый из сторон, жители, инвесторы, чиновники, смогли хотя бы заочно в нашем эфире обсудить наболевший вопрос. Евгений Луковкин, Александр Кретинин, репортер 73.